Сегодня в первом часу последней в этом году сентябрьской ночи на пятом километре Кольцовского тракта случился смертельный бой между тяжелым бездорожником породы Range Rover и значительно более легковой Deo Nexia. Декорация такая. Девушка с четырьмя живыми людьми на борту катилась по левому ряду Россельбана от развязки с Якадом в сторону Екатеринбурга. Тяжелый черный британец, правый руль, коробка автомат, все дела, ехал следом. По пока непонятной причине на пятом километре Кольцовского тракта опытнейший пилот Range Rover со стажем вождения 31 год догнал неспешную Nexia и вонзился ей в корму. При ударе оба ТСа из левого ряда, кувыркаясь, улетели в кювет, где и замерли в сильно помятом состоянии. В результате жесткого попутного замеса пострадали все пять человек, сидевших в двух машинах. Это оба два водителя и три пассажирки Nexia. 29-летний Део Вод со стажем пилотирования всего один год поначалу был жив, хотя и очень сильно поломан. На карете его доставили в реанимацию ближайшей 24-й клиники, но увечья оказались слишком тяжкими и через какое-то время водитель Nexia скончался. Женское трио в его болиде тоже травмировалось при внезапной атаке в тыл и кувыркании. Двух дам, сидевших на заднем диванчике Nexia, зажало в металлоломе, и дабы их достать из засады, спасателям МЧС пришлось остатки Nexia превратить в кабриолет. Да вообще, после замеса и МЧСовских разборок от Nexia мало что осталось, напоминающего о Nexia, ну разве что эмблема на носу. Легче всех из этой попутной аварии отскочил виновник, пилот тяжелого и, как показала практика, быстрого рейндж-ровера. В британцы сработали аэрбэги по всем фронтам, и у владельца дорогой и безопасной машины врачи надиагностировали только травму головы. И тоже отправили его в лечебницу во след покалеченным им людям из Nexia. Что побудило мега-опытного пилота рейндж-ровера не заметить плетущуюся в левом скоростном ряду Nexia и жестко атаковать ее в корму, это установит следствие. Пока по горячим следам кажется, что тот, кто сзади, тот и виноват, тот дистанцию и не держал. Хотя может выясниться, что доля вины ляжет и на... Впрочем, следствие разберется, кто сядет и на сколько. А тут вариант один. Ибо погибший малоопытный пилот Nexia в этом мире сесть не сможет. А гаишники в последний день сентября подвели неутешительные итоги завершившихся 9 месяцев. С начала года рост по числу погибших в ДТП, по сравнению с прошлым годом, достиг 60%, при том, что рост по ДТП всего 20%. Но тоже рост. То есть биться стали чаще и значительно жестче. Обычно по прошествии 9 месяцев принято говорить о рождении новой человеческой жизни. А сегодня приходится говорить наоборот. Ябес, ятигереп. Ну, то есть наоборот. Берегите себя.